По поводу еще привычек, вот ты говоришь, что они меняются, и действительно, вот мы недавно с Димой Смокотиным обсуждали эту тему, и он отметил, что привычка – это выход из зоны комфорта, а когда она внедрена, то ты опять оказываешься в зоне комфорта, и тебе надо дальше развиваться, поэтому, то есть сам смак – это когда ты что-то находишь для себя и начинаешь внедрять это, вот это самая фишка. Вот, слушай, а скажи, ну ты вот к этим привычкам, вообще к изменениям, ты сама пришла? То есть, ну, какая-то внутренняя работа, либо как ты к этому пришла, либо ты что-то прочитала, либо, ну… Ну вот оно, знаешь, оно, я вообще вот верю в этом плане, в некую, ну, мистику, что ли, потому что я не знаю, как это объяснить, поэтому для меня это вот чудеса. А чудеса в следующем, что вся информация, она приходит вовремя, каким-то образом. Вот знаешь, как вот в Библии написано – ищите и найдёте, да, вот стучите и откроют вам. И в какой-то момент у каждого человека вот эти вещи, они возникают, вопросы. Ведь на самом деле, вот смотри, интернет, да, интернет – потрясающая система для, ну, как бы, места для поиска информации. Но находит правильную информацию тот, кто задаёт правильные вопросы. Не умея задавать правильные вопросы, ты никогда не найдёшь в этом огромном, потрясающем месте информацию, ту, которая тебе нужна. Так и в жизни. Если ты неправильно задаёшь вопросы, ты находишь неправильные ответы. Что значит правильный вопрос? Здесь надо уже к сердцу прислушиваться. Они как-то сами собой возникают. Ну, допустим, когда мы начали задаваться вопросом, что что-то не так. Ну, первое, вот это вот состояние угнетённости было, да. Второе, мы очень сильно поправились. Мы много работали, и мы же с 97-го в интернет, да. И вот представь, вот за компьютером по много часов сидеть, и у нас не было никакой культуры питания, представления, как правильно питаться. Ну, значит, вот кофе, бутерброд с маслом, с колбасой, плюшки всякие. Вот эта вот еда у нас постоянно была за компьютером, постоянно. Вот, и, естественно, я набрала вес, муж у меня так вообще страшно аж сказать, сколько весил. И мы заметили, даже здесь было не в весе. Во-первых, я сама собой была недовольна, а во-вторых, я обратила внимание, что мы утром просыпались, я лично просыпалась утром, мы завтракали, и я снова хотела идти спать. Я не могла работать вообще. То есть я вставала, завтракала и ложилась снова спать. У меня не было ни сил, ни тонуса, ничего. И вот тогда я стала задавать вопросы, помнишь, да, говорила про вопросы? Вопросы, что я делаю не так, что-то здесь не так, что-то не должно быть. Возможно, я стала мёртвая уже, не сонная, никакая, а мёртвая, понимаешь? И что-то здесь не так. Стала задавать вопросы, мне стала попадаться информация. Сначала про диеты. Мы попробовали какие-то диеты. Это сработало, стали лучше себя чувствовать. Вопросы один рождает другой. Продуктивность, да. Почему мы живём в этом месте? Можем ли мы что-то изменить? Вижу, как Дима Смокотин на море отдыхает и работает. Я думаю, а как это сделать? Приходит информация. Вопросы. И они рождаются сами. Невозможно сказать человеку просто, который не задает вопрос, дать ему ту информацию, которой ты владеешь, которая помогла тебе. Она не сработает. Да. Василий похудел, у меня муж похудел со 120 килограмм до 97. Вот в этот период, когда мы занялись собой. Представляешь, 120, 97. У него был паспорт, и деньги в банке не выдавали, потому что на паспорте он один, а в жизни он был уже совершенно другой. И все кассиры в банках всегда спрашивали, «Боже мой, что вы сделали вообще? Как вы это добились?» И Василий начинал всегда рассказывать. Значит, мясо не есть, сладкое отказаться, мучное не покупать, жирное та-та-та. И когда он перечислял тот список ограничений, которые он на себя наложил и добился этого успеха, было видно, что у кассирши глаза вот так вот собирались в кучу. Они говорили, ладно, достаточно. Все, на этом заканчивалось. Нервно доставала свой обед и начинала есть булку. Конечно, это должно быть внутри, что-то вот такое внутри, вот это недовольство или желание изменить жизнь, оно само рождает вопросы, а рожденные вопросы искренние. И вот прямо как крик души, рожденные вопросы, они дают ответы. Они просто дают ответы. Вот так вот. Появлялся стала информация, появился секрет. Мы очень много размышляли, находили реальные примеры в своей жизни, подтверждения тому, что мы увидели. Мы такие, вау, точно, это же вот так, вот так и так. Мы стали смотреть на родственников. Ага, они вот так вот так думают и вот так вот так живут. Вот это работает, правда. И все, оно пошло, 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 как бы как по накатанной. Мне кажется, это каждый подтвердит в своей жизни, вот если такие ситуации возникали. Я думаю, это тоже. Это, знаешь, как я, как сродни такому самоанализу, когда способность, это целый навык, наверное, именно вести внутренний диалог с собой, когда ты можешь задать себе вопрос и на него ответить. Потому что многие, ну вообще, как, это что-то больше, чем просто физическое какое-то понимание, когда там вот у тебя есть лопата, и если я покопаю, то я буду счастлив. То есть это где-то более глубоко, и, ну, это нужно просто учиться. Если вот кто слушает эту запись, то поставьте галочку и попробуйте задавать себе вопросы. Вот медитация помогает очень сильно. Мне кажется, вот медитация это вообще, ну, медитация такое слово, да, может быть сложное, уметь успокаивать мысли. Вот если он научится вот это делать, то оно каким-то образом проявляется. Вот это подключение к этому информационному полю. Вот знаешь, тоже, как я интересно еще заметила, тоже парадокс, но мне кажется, это в жизни тоже проявляется в обычной. Когда я начала, когда я увлеклась сайтостроением, я же на самом деле не заканчивала институт программирования. То есть изначально я не программист. Но меня настолько эта тема увлекла, что я начала изучать эту тему сначала самостоятельно, потом на курсы стала ходить, потом там частные уроки брала и так далее. Но это уже как бы отдельная тема. Но сам факт, да, что изначально я была программистом. И что происходило в тот момент? Я была настолько увлечена этой темой. И вот, например, первые свои шаги в программировании PHP, это язык программирования в интернет, да, то первые мои шаги я просто как, знаешь, как ребенок берет игрушку, разбирает ее и смотрит, что там внутри. Или как вот у меня супруг в детстве, знаешь, взял телевизор, ему было интересно, где там люди. И он взял его, разобрал, чтобы посмотреть, где эти люди там находятся. И вот так же и я, да, я взяла сайт готовый PHP, и просто его разобрала на кусты и смотрела в штуках вот так. Вот эта штука так работает, ага, в коде это значит вот так. Значит, это вот, если я поставлю не единичку, а нолик, что будет? Ага, нолик, ага, все слетело, боже мой, возвращай на единичку. То есть вот такие вещи, да. Я была настолько увлечена этой темой, и не зная даже программирования, на тот момент, еще в самом начале, происходили некоторые чудеса. То есть вот я присоединялась к какому-то информационному полю, я даже не знаю, как это объяснить. И мне приходили ответы сами собой. То есть вот я смотрела, что мне нужно сделать. Ага, мне нужно так и так и так. Я, представляешь, открываю там сотни файлов, и я каким-то образом находила тот файл, в котором это нужно сделать, какие-то изменения. Находила в этой простыне кодов, часть кода, которая отвечает за эту вещь. И я знала точно, где что искать. Понимаешь? Это какое-то вообще чудо происходило. Это вот информационное поле, когда к нему подключаешься. Не знаю, есть научное это объяснение или нет. Я как-то не особо задавалась вопросом. Для меня это фантастика, чудо, которое со мной периодически происходило. Но я не могла никогда зафиксировать этот момент, чтобы его повторить специально. Оно происходило и случайно. Концентрация, она приводила в итоге к получению ответа, как это делать. И мне кажется, в жизни то же самое. Когда ты на чём-то концентрируешься, когда ты искренне задаёшь вопрос, говоришь, ну почему, или как, или что, ты подключаешься к некому полю, не знаю, как объяснить. Пусть там не считают меня мистиком, я на самом деле не мистик, да? Я просто не знаю, как найти правильные слова этому явлению. Но ты подключаешься, и к тебе приходит ответ. Откуда? Не знаю, кто-то скажет, где-то что-то увидишь, где-то что-то прочтёшь, где-то просто у тебя закорма твоих мозгов, что-то всплывёт, когда кто-то что-то сказал, да? Ну, как-то так, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...